Приветик всем! Сегодня я хочу продолжить показывать свои кое-какие лаки, гель-лаки точнее, с Алиэкспресс. Сегодня такая будет тематика гель-лаки в виде вот таких вот блесточек. Я не знаю, как точно можно их назвать. Это похоже и на... Немножко похоже на глиттер, немножко похоже на слюду. Ну, наверное, больше похоже все-таки на слюду. Вот. Называются у меня... Часть, в общем, гель-лаков называется H&M с таким эффектом. И часть тоже в маленьких бутылочках называются Belen. Они тоже идут с таким эффектом. Но я видела, что такие лаки предоставлены бывают и вот в таких флакончиках. И, по-моему, даже вот у такой марки Fairy Klo они есть и у разных других марок. Так что, в принципе, насколько я понимаю, содержимое аналогичное во всех этих марках. И остается только выбрать то оформление флакончика, которое вам больше нравится. Или тот бренд, который вы в основном покупаете. Я покажу и те, и другие. У меня разные оттенки выбраны в той марке и в другой марке. Но вот если говорить именно о флакончиках, то я бы выбирала вот эти. Потому что мне кажется, ну, мне больше нравится, как они выглядят. Мне нравится их вот эта вот прорезиненная ручечка. Ну, и как-то сам флакончик более элегантно выглядит. Но это, конечно, все мелочи жизни. Для себя флакончики идут просто белые, без вот такого образца. Образцы сделала я сама. Это как бумага с клейкой основой. Такие продаются в канцелярских магазинах. Я просто вырезаю кусочек, на который нанесла и сполимеризовала вот такой образец. Чтобы каждый раз не поднимать, не смотреть номера, не сравнивать. Чтобы сразу увидел и схватил. Мне так гораздо удобнее. Ну, и так начнем. Вы уже, в принципе, видите, что здесь на образце нарисовано. Номер 58025. Я буду наносить на палитру, просто чтобы вы могли понять, как ложится этот гель-лак. Что за текстура у него. Надеюсь, что вам все это хорошо видно. Вот. То есть, реально, если у вас хорошо выложена ровненько база, базовое покрытие, либо у вас, скажем, базовый гель внизу, то можно уложить такие гель-лаки в один слой. Просто чуть-чуть плотнее наносим. Не в растирку, а вот чуть-чуть поплотнее. Вот здесь вот такой серовато-сероватый оттенок. Но все же он уходит, очень явно уходит в синий или в такой какой-то фиолетовый цвет. Я буду брать не по порядку, а так, как придется. 58,005. Это уже более серый. Такой не черный, конечно, глиттер. Но серый, мне кажется, он чуть теплее, чем предыдущий. Мне все-таки кажется, он либо нейтральный, либо теплый. А вот этот однозначно холодный. Еще один нейтральный оттенок. 58,001. Это уже как серебро, но на теплой базе. Я не знаю, будет ли вам казаться, что вот эти два оттенка похожие. В принципе, они могут быть как компаньоны, оттенки компаньоны в одном маникюре. Но все же вот этот гораздо светлее, тот, который я сейчас наношу. Перед ним нанесенный гораздо-гораздо темнее. И сейчас уже будут чуть более насыщенные оттеночки. Так, этот 58,002. Наносим. Это уже такой темно-медный. Очень классно выглядит. Мне кажется, очень хорошо подходит на осень. Я думаю, что предстоящей осенью он будет популярен у меня. Такой. 580,11. Такой красноватый. Красноватая слюда. Ложится прекрасно. Просто прекрасно. 580,10. Это очень популярный оттенок у моих клиентов. Так получается. Ну, видимо, потому что было лето. И вот этот вот розовый, он, в общем-то, неплохо сочетается с многими оттенками летней палитры. Я думаю, и весенней тоже. Вот такой вот, как розовое золото, что ли. Ну, тут даже не золото, а больше как серебро. Не знаю, бывает розовое серебро? Нет, наверное, не бывает. Так, и 580,22. Такой вот бирюзово-изумрудный, наверное. Или изумрудно-бирюзовый. Очень яркий, очень насыщенный. Был популярен у тех, кто едет на море. Вот его любили. Вот. Такая вот яркая палитра. Этой жидкой слюды. Очень удобно то, что они идут во флаконе с кисточками. Да, кисточки выглядят немного жирновато, как-то неуклюже. Но, тем не менее, это гораздо удобнее, чем если бы такая фольга. А частенько она выпускается в таких плоских баночках, в которых нет кисточки. Ну, такие, как баночка, как с гель-пастой или гель-краской. Вот. Ну, так, конечно, гораздо удобнее. Так, и теперь я покажу вам лаки. Гель-лаки с аналогичной текстурой, но вот это вот марка Белен. Здесь у меня просто другие оттенки. Так, Белен 58020. Я не удивлюсь, если даже у них нумерация совпадает. Нумерация оттенков. Это уже такой ягодный цвет. Может быть, брусничный. Такой оттеночек. Достаточно активный. Вот это вот уже, да, рядом так смотрится неплохо, как новогоднее такое сочетание получилось. Оттенок 58012. Это уже фиолетовый цвет. Я, вот видите, его маловато взяла. Не знаю, это хорошо видно или нет. Все-таки они такие светоотражающие. Вот я вижу, когда берешь маловато, не получается в один слой уложить. Надо брать, наловчиться, брать достаточное количество. Вот. Ну, в принципе, в два слоя его тоже можно уложить. Очень даже хорошо. Так, 58026. Такой радостный зеленый оттенок, травянистый. Очень приятный, но я не знаю, возможно, как бы сам по себе он, ну, как бы не каждый человек будет с такими ногтями себя комфортно чувствовать. Даже если это один ноготь в качестве акцента. Но под дизайны такие оттенки очень даже круто идут. Еще один оттенок зеленого, в этот раз оливковый, 58027. Более желтоватый и теплый оттенок. Мне кажется, он такой тоже типично осенний оттенок оливково-зеленого. Так, еще один красноватый оттенок, 58028. Красновато-розовый. Он отличается от предыдущих красных и розовых. Скажем, он более теплый, чем вот этот брусничный. Но более насыщенный, чем вот эти два. Но вот этот вообще не розовый, медный скорее. И последний остался такой джинсовый синий, 58024. И вспомнила, что я как раз недавно заказала один оттенок. Вот в таком флаконе Fairy Glow. Точно такая же текстура. 58030. Вот я на полном серьезе уверена, что их оттенки совпадают. Это такой медный оттенок. Если честно, он на картинке продавца был изображен такой яркий апельсиновый цвет. И я рассчитывала на такой яркий апельсиновый. Но пришел вот этот медный. Я, конечно, расстроилась. Потому что, ну, вроде как медный у меня есть. Зачем мне очередной медный? Я хотела оранжевый. Ну, ладно. Все равно он немножко отличается от других моих... Не немножко, а так прилично. Отличается от других моих медных. Вот такой оттеночек. То есть и в таких флаконах тоже можно купить такую текстуру. Так, отсняла все видео и забыла, что у меня есть еще один. Я, оказывается, заказала в таком флаконе. Еще один гель-лак 58007. И это то, что мне не хватало. Это очень приятный золотой цвет. Вот. Он не чересчур желтый. Так что такое прям бывает желтушная такая фольга. Слюда, или как ее назвать еще. И не сильно уходит, скажем, в оранжевый, или в красноватый, или в розовый. И не такой уж белесый. Короче, идеальное золото. Он мне очень понравился. Потому что у меня, в принципе, золотой оттенок, который мне понравится в самом деле найти, не так просто. А вот я его и нашла теперь. На сегодня это все. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Такая вот классная, очень удобная, очень быстро и легко наносить эту текстуру. Выглядит всегда нарядно. Классно очень дополнять различные основные цвета, комбинировать. Там мизинчики или безымянные пальчики любят выделять подобными гель-лаками с подобной текстурой. Одна девочка у меня красила и ноги, и руки вот таким вот лаком перед поездкой на море. Очень понравилось ей. Так что, вот. Они людям нравятся. Пишите, пожалуйста, пробовали ли вы подобные гель-лаки. Может быть, вы их в принципе боитесь пробовать гель-лаки с Алиэкспресс. Но я считаю, что если использовать хорошую базу, не Алиэкспрессовскую, наверное, то все в порядке. Цветники у них хорошие. Все. Я вас всех обнимаю. Желаю вам хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok